Доброго здоровья, дорогие братья и сестры! Сегодня у нас уже 1 декабря 2024 года. Вчера я делал запись в отношении замечательного события, которое произошло в библиотеке Румынской Академии Наук, посвященное 150-летию со дня рождения выдающегося начетчика древнеправославия Фёдора Ефимовича Мельникова, писателя, апологета истинной Церкви Христовой, древнеправославной. И там, в конце этой записи, я сделал объявление о том, что состоялся в Белокринитском митрополии чрезвычайный собор, и что впоследствии, когда я получу протокол, я ознакомлю вас с решениями этого собора. Ну вот, давайте и послушаем. Старообрядческая Белокринитская митрополия всех древнеправославных христиан. Протокол чрезвычайного освященного собора Белокринитской митрополии, состоявшегося во святом храме во имя перенесения честных мощей и живосвятых отца нашего, исповедника Амбросия, митрополита Белокринитского, в граде Браила, Румыния, 28 ноября, по новому стилю, 2024 года. На всем освященном соборе присутствовали следующие духовные лица. Его высокопреосвященство митрополит Леонтий, Белокринитский, Вухареский и всех древнеправославных христиан. Архиепископ, его высокопреосвященство, архиепископ Флавиан Славский, его преосвященство, епископ Паисий, его преосвященство, епископ Геннадий Браиловский, архиепископ Нафанайл, его высокопреосвященство, архиепископ Нафанайл, также Букавиномолдавский, присутствовал на этом чрезвычайном соборе. Священно-протеерей Иоанн Саряки, священно-протеерей Василий Ясы, священно-протеерей А.Никита Тыргуфрамос, священно-протеерей Петр Радоуц, священно-протеерей Игнатий Браила Хутор, священно-протеерей Василий Браила, священно-протеерей Феодор Галат, священно-протеерей Афанасий Черкесская Слава, Священный Иерей Михаил Сулина, Священный Иерей Михаил Тульча, Священный Иерей Иоанн Бухарест, Священный Иерей Василий Петра Немца, Священный Иерей Александр Браилахутор, Священный Иерей Корнилий Махмудия, Священный Иерей Стефан Фальтичень, Священный Иерей Андрей Камень, Священный Иерей Корнилий Русская Слава, Священный Иерей Корнилий Ясы, Священный Иерей Гавриил Соколинцы, священно-архидиакон Амфилоки Славский монастырь, священно-протодиакон Павел Сарикей, священно-протодиакон Юлиан Сулина, священно-протодиакон Дорофей Браила Хутор, священно-протодиакон Стефан Тыргуфрумос и священно-протодиакон Феодор Метрополия Белокреницкая и господин Василий Морой из Испании. Ну, это незложенный священник, который раньше окормлял общину в Испании во Морибете. Итак, он замыкает этот список под номером 31. Перед открытием Чрезвычайного священного собора был положен семипоклонный начал и пропели тропа реконда к Святой Живоначальной Троице, после чего Высокопреосвященнейший митрополит Леонтий обратился с приветственными словами ко всем присутствующим и объявил духовное заседание открытым. После избрания Президиума Высокопреосвященнейший митрополит Леонтий благословил докладчику зачитать повестку дня. 1. Обсудить письменную апелляцию бывшего иерея Василия Мороя от 28 октября 2024 года относительно его извержения Иссана, а также и письмо Марины Самсону от 20 ноября 2024 года. 1. Принять к сведению доклад бывшего иерея Василия Мороя. 1. Принять к сведению письмо Марины Самсон. 1. Создать церковный суд в составе всех духовных лиц Совета. 1. Четыре. Созвать, ну, позвать, видимо, Василия Мороя и Марину Самсон на первом заседании церковного суда для подробного рассмотрения вышеупомянутой апелляции бывшего иерея Василия Мороя и письма Марины Самсону. 2. Ну, если кто из вас не помнит, то об этом было целое решение Освященного собора Белокринитской митрополии 2024 года, который состоялся в октябре. И там также было, значит, даже целый раздел, постановление номер 5. Касался доклад Марины Самсон Испании. Я его прочитаю снова. 3. Принять к сведению доклады Марины Самсон, бывшей супруги иерея Василия Мороя. 5. 2. На основании восьмого правила Неокесарийского поместного собора священной иерея Василия Мороя извергнуть из священного сана. 4. Духовное окорпление испанского прихода 5. 3. Оставить на усмотрение правящего архиерея высокопреосвященнейшего митрополита Леонтия. 8. Восьмое правило Неокесарийского поместного собора. Прочитаем его немножко о самом соборе. Неокесарийский собор состоялся вскоре после Анкирского, но до Первого Вселенского собора. То есть где-то между 314 и 325 годом по Рождеству Христову в городе Неокесарий. Втором по значению в Понте после Анкиры. В нем принимало участие 24 епископа под председательством того же епископа Виталия Антиохийского, возглавлявшего Анкирский собор. О чем же говорит нам восьмое правило? Восьмое правило нам говорит. Если жена некоего мирянина, прелюбодействовав, обличена будет в том явно, то он не может прийти в служение церковное. Если же рукоположение, по рукоположению мужа впадет в прелюбодействие, то он должен развестись с ней. Если же сожительствует, то не может касаться служения ему порученного. От жены священника требуется чистота. Если священник продолжает сожительствовать с нею после впадения ею в прелюбодеяние, то по закону о единстве мужа и жены он тоже делается причастным к ее нечистоте. По этой причине правило и требует от него в этом случае развода с женою, если он хочет продолжать служение. Пункт 2. Об официальной презентации перевода на румынском языке книги Федора Ефимовича Мельника «Краткая история древнеправославной старобрядческой церкви». Ну, как вы уже могли узнать из сообщений «Община русских липован» и в моем вчерашнем видео, «Община русских липован» выпустила трехтомник этого большого издания на русском и на румынском языках, за что им, конечно, земной поклон и огромное-огромное «Спаси Христос». Итак, под пунктом 2.1 выразить удовлетворение в связи с успешным завершением перевода на румынском языке и презентации книги Федора Ефимовича Мельникова «Краткая история древнеправославной старобрядческой церкви» в трех томах. Пункт 2.2 выразить христианскую благодарность профессору Леонтию Иванову и руководству общения русских липован Румынии. Пункт 3.1 о положении дел в австралийской Канадо-американской епархии. 3.1 принять к сведению письмо о священной иереи Порфирия Таран, штат Орегон, США. 3.2. На основании 11 правила 7 Вселенского собора митрополиту Леонтию в качестве первоирарха церкви приказать архиепископу Сафронию немедленно передать старобрядческому приходу в городе Гомере, Аляска, о священный престол во имя святаго апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Говорит правило 11.7 Вселенского собора, Никейского. Будучи обязаны хранить и все божественные правила, мы должны такожде охранить и всеконечно неизменным, и то, которое повелевает бытие эконому в каждой церкви. И аще каждый митрополит во своей церкви поставляет эконома, благо есть, аще же не поставит, предоставляется Константинопольскому епископу собственную властью определять и эконома в той церкви. То же предоставляется и митрополитам. Аще подчиненные им епископы не восхотят экономов поставить и в церквях своих. То же самое наблюдать и по монастырям. Пункт 4. О положении дел Буковина Молдавской епархии. 4.1. Принять к сведению протокол епархиального съезда Буковина Молдавской епархии, состоявшийся 24 ноября сего года. После обсуждения принятия решения по этому пункту, высокопреосвященнейший митрополит Леонтий поблагодарил всех присутствующих за оказанную ими духовную помощь и объявил чрезвычайно священный собор закрытым. Был положен всеми поклонный начал и пропели Ирма с девятой песни из канона Святой Живоначальной Троицы «Радуйся, царицы». Согласно с оригиналом «Божьей милостью», первый иерарх древлеправославной старобряческой церкви Белокреницкой иерархии, смиренный Леонтий, архиепископ Белокреницкий и Бухарецкий и всех древлеправославных христиан, митрополит. Ну вот на этом мы заканчиваем. Спасибо вас, Христос, и сохрани нам много-много лета. Всего доброго!